МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиция рассказала о новой схеме мошенничества, а портрет березняковского педагога теперь украшает выставку в Перми. Об этом не только. Расскажем в ближайшие полчаса. Здравствуйте, меня зовут Мария Коноплева. Мы начинаем. Там, где не ждешь, открытые люки вновь чуть не стали причиной гибели. Сегодня расскажем, какие места стоит обходить стороной. Все войти в одной из школ города появился айти-клуб, как прошли первые занятия. И превратилась она в морскую пену. На сцене бенефиса скоро покажут премьеру всеми любимой сказки. Начну выпуск. Открытые люки – большая опасность, которая может подстерегать каждого из нас. В такие ловушки могут попасть как взрослые, таки дети и автомобили. За это лето в Березняках число открытых люков пополнилось. Слово Карине Волошиной. Люки, которыми закрывают колодцы, служат для защиты водоснабжения и водоотведения, но все чаще становятся легким заработком. Скрытые ловушки особенно опасны вечером. Когда темнеет, в них можно запросто провалиться. Например, во дворе Свердлова 84 таких открытых люков целых три. И прикрыты они всего лишь деревянными конструкциями. А рядом находятся детский сад и поликлиника. Жительница дома Ирина Меркова поделилась своей историей в соцсетях. Ладно, ДТП. У меня ребенок по пояс провалился, успел за ветки схватиться. Колодец с травой зарос. Не видно было, что без люка. По всему району крышек не было. Район Свердлова 82, 84, 86. Закрыли пока деревянными щитами, но это не дело. Жители проходят мимо этого места и не обращают внимания. Хотя открытый люк – это опасность для жизни. Причем не только маленьких детей, но и взрослых. А на другом конце города можно наблюдать страшную картину. Разбитые окна, нежилые квартиры и, конечно же, открытые люки. Расселенные дома. Никто не живет. А значит, и люки можно не огораживать. А если представить картину, что темным вечером один из жителей города пойдет по этой улице и провалится в колодец. А все потому, что кто-то просто хотел заработать денег. Крышки колодца воруют для личной наживы, а потом сдают на лом черных металлов. Напомню, это уголовная ответственность. Статья 158 Уголовного кодекса предусматривает за собой лишение свободы сроком до 5 лет. Лето и начало осени – самый пик сезона для воришек люков. Стоит быть осторожным и всегда смотреть под ноги. И если вы увидели открытый колодец, то сообщите об этом в Березняковскую водоснабжающую компанию для устранения проблемы. Это одна из больных проблем для города. Хищение люков происходит уже не первый год. Проблемы мы это знаем. Постоянно ресурсоснабжающие компании, кому принадлежат вот эти колодцы, откуда похищают люки, обращаются в полицию. И там, где есть возможность, металлические люки меняются на пластиковые. Бесплатный сыр только в мышеловке. И тут это выражение как нельзя кстати. Важно помнить, что развлечения в виде кражи и легких денег могут закончиться очень плачевно и нанести вред здоровью другому человеку. Карина Волошина, Данил Буторин, Новости, Верстникамья. Квартира, машина, может быть дача. Все, что люди нажили в течение долгих лет, в миг может быть украдено. Участились новые случаи мошенничества. Если раньше при звонке злоумышленники могли завладеть деньгами, то сейчас они вышли на новый уровень. Это продажа квартир, машин, любой недвижимости. Мошенники говорят жертве, что на него взят кредит. Дабы обезопасить себя, человек обманом переходит на вирусный сайт, оформляет кредит и переводит все денежные средства на якобы безопасный счет. Видя, что человек у них на крючке, идет дальнейший развод. То есть ему говорят, что у нас есть информация, что так как вы стали жертвой мошенников, на вашу квартиру продали. Либо пытаются продать, ну тут кто на что тоже гораст. После чего человеку предлагается самому идти продать квартиру, либо жилье, которое у него имеется, комната, без разницы. Мошенники практически не дают времени на раздумья, просят никому не говорить и быть постоянно с ними на связи. Даже могут пообещать провести служебное расследование и вычислить этих преступников. Далее вычисляют, есть ли автомобиль у потерпевшего и убеждают жертву, что и по нему происходят подозрительные операции. Получив еще и машину, мошенники отправляют потерпевшего в полицию. Тогда-то жертва и осознает, что его обманули. По статистике, на такие уловки попадаются пожилые люди. Помните, сотрудники полиции и банков никогда не звонят в мессенджерах. И тем более, никогда не просят перевести деньги на безопасные счета. Их просто не существует. Кладите трубку. Если есть сомнения, позвоните на горячую линию банка, клиентом которого вы являетесь. Герои следующей истории присвоили чужое более простым, но не менее бесчестным способом. В Березняках днем мужчина пришел в магазин за продуктами. Но потратил больше, чем рассчитывал. Двое неизвестных решили воспользоваться моментом и украли у мужчины банковскую карту. Все случилось еще в субботу, 12 августа, когда мужчине пришло СМС-уведомление о том, что произошло списание на сумму 6068 рублей. В краже денежных средств подозреваются двое человек. Лысый мужчина, одетый в черную футболку с белым принтом Пума и в темные шорты. На его плече большая татуировка. С ним был мужчина в очках, одетый в синюю футболку и темные шорты. Если вы узнали подозреваемых и знаете что-либо об их местонахождении, звоните по телефону. Номер на экране. К другим темам. Специалисты некоммерческой организации «Счастье – это просто» этим летом выиграли президентский грант. Теперь для людей с ограниченными возможностями здоровья появилось бесплатное спортивное развлечение. Время рубрики «Новости» коротко. 13 велосипедов этим летом приобрели в организации «Счастье – это просто» за счет президентского гранта. Теперь молодые инвалиды с опекунами и родителями могут бесплатно покататься на велосипеде в Новожилово. Такую возможность предоставили в спортивной школе «Летающий лыжник» при поддержке Комитета по физкультуре и спорту города Березники. Велосипеды после реализации проекта останутся на спортивной базе. Участникам доступны все виды занятий – коллективные и индивидуальные. Для многих ребят это событие особенно ценно, ведь они впервые сели за руль двухколесного. Разговор о важном – открытый урок, в ходе которого девятиклассница классического лицея Ростова-на-Дону разговаривала с главой государства 1 сентября. Выяснилось, что девушка занимается маленькой космонавтикой и принимает участие в разработке первого донского спутника. Владимир Путин предложил показать большую космонавтику. 13 сентября он встретился с Марией Андреевой на космодроме «Восточный», а 15 сентября они вместе увидят пилотируемый «Пуск корабля МС-24». В Перми открылся Камский форум профессионалов недвижимости. В этом году среди риелторов, девелоперов, застройщиков, специалистов банков участие принял и глава Перми Эдуард Соснин. Камский форум – важнейшая площадка для разрешения строительных задач. Зарегистрировано 900 человек. Из этого числа 15 прибыло из разных регионов страны, сообщили организаторы. Открылся форум с приветствием губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Новости коротко подготовил Евгений Казанцев. IT-специальности продолжают завоевывать мир в вузах. На информационные направления подают все больше заявок. Теперь настал черед информационного образования в школах. Первые уроки IT-куба в школе номер 30 посетила и наша съемочная группа. Причем не только быстрее, но и мощнее. Гоночные машинки, в отличие от легковых, имеют ряд преимуществ. Да и собирать их ребятам куда интереснее. Сегодня третьеклассники школы номер 30 с головой в IT. Вместо стандартных уроков информатики ребята начинают изучать робототехнику, алгоритмику, логику, программирование на языке Python, системное администрирование и кибергигиену. В нашем городе центр IT-коп единственный. Обучаться в нем могут ребята от 7 до 17 лет. Мы начали делать гоночный автомобиль, который ездит быстро и измеряет расстояние, ну скорость в секундах. И с какой скоростью он ездит? Ну от того места до той стены он доехал за 16 минут. 30-я школа с информационными технологиями уже давно на «ты». Как отмечает руководство, еще в 2006 году в школе был запущен проект «Информатизация системы образования». Именно это дало толчок в развитии цифрового образования школьников. Современная школа, она сейчас не может без этого. Ну, IT оно везде, да? И если учащиеся будут ознакомлены, обучены основам IT, тогда им будет жизни везде, независимо от того, какую они профессию выберут. Либо это профессия педагога, либо это профессия медика, либо журналиста. В IT-кубе могут заниматься не только ребята из школы 30, но и из Березняков в целом. Также школа открыта для ребят со всего Верхнекамья. Записать ребенка на занятия можно через сайт школы номер 30. Для этого достаточно заполнить гугл-таблицу. Но необходимо успевать, заявка будет закрываться по набору группы, а позднее открываться вновь. А IT-кубы станут частью экосистемы дополнительного образования Пермского края, в которую входят кванториумы, точки роста Дум научной коллаборации, Академия первых и другие профильные образовательные проекты. В этом году в центрах будет обучаться не менее тысячи школьников. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Камчатку от Аляски разделяет пролив шириной менее 4 километров. Еще меньшее расстояние до Дальнего Востока у вас будет благодаря рыбаку Камчатки. Проверенный поставщик скоро прибудет в Березнике. Для вас уже подготовили несколько десятков свежей морской рыбы из самого сердца восточной части России. Продукция рыбака Камчатки богата витаминами. В ней содержатся жирные кислоты, а в особенности омега-3 и витамин D, который так необходим жителям Урала. Чавыча, белорыбеца, нерка и не только. Деликатесы коптятся по старинным рецептам в кирпичных печах на опилках яблони, ольхи и вишни. Место встречи ДК имени Ленина в понедельник, 18 сентября. В Губахе творческая группа ДК «Энергетик» работает над фотопроектом педагоги и наставники. Выставка будет посвящена педагогам-ветеранам города, которые внесли неоценимый вклад в обучение и воспитание нескольких поколений губахинцев. А что еще интересного произошло в соседних городах, расскажет Екатерина Зебзеева. Привет! В Верхнекаме администрация Александровска совместно со специалистами Краевого центра развития ЖКХ провели осмотр строительных работ по проекту «Мост времени». Уже сейчас завершены работы по устройству в велосипедной дорожке. На пешеходной сейчас укладывают плитку. А уже готовы детские площадки и уличная сцена. Подведены сети наружного освещения, подключена система видеонаблюдения и сети общественного вай-фая. Работы ведутся в соответствии с графиком на основании разработанного и утвержденного плана. 16 сентября в Губахе пройдет масштабный всероссийский проект «Кросснации». Забег пройдет на территории лыжной базы в Губахе и в городском парке в Гремячинске. Программа насыщенная. Начало 10 утра. В забеге примут участие разные возрастные категории. Участникам предстоит преодолеть дистанции в 1, 2, 3, 4 и 6 километров. С 16 по 17 сентября в Соликамске пройдет проектная школа, где участники смогут доработать свои идеи и подать их на «Росмолодежь» гранты. В школе будут почетные гости, эксперт федеральных грантовых конкурсов и автор всероссийских социальных проектов, программный директор общественной организации «Креативный капитал». Мероприятие проводится в рамках комплексного развития молодежи «Регион для молодых» при поддержке правительства Пермского края и агентства по делам молодежи. Рубрику «Верхниками» сегодня подготовили Екатерина Зибзеева и Андрей Зеленов. Слово о педагогии именно так называется фотовыставка, которую недавно открыли в краевой столице. 10 стендов возле оперного театра в Перми рассказывают историю педагогов Пермского края. На выставке есть и портрет одного из березняковских учителей. Наша съемочная группа побывала на одном из уроков почетного педагога. О красоте русского языка, о его достоинствах мы говорим с вами каждый год. Если для учеников 9К второй школы начался только девятый год изучения русского языка, то их педагог Людмила Владимировна Худякова в образовании уже 48 лет. Тем не менее, твердо убеждена и ей есть чему поучиться. Каждый год она оттачивает свое мастерство, посещая курсы и участвуя и разрабатывая проекты. За 48 лет работы Людмила Владимировна настолько полюбила свое дело, что каждое первое сентября для нее проходит без нервов, без трепета и с большой радостью. Ну, во-первых, как я уже говорила, надо любить школу как таковую, вот как живой организм. И надо любить детей. У меня нет своих детей. У меня есть племянники, внучатые племянники. Может быть, поэтому вот эту нерастраченную мою любовь какую-то женскую, а сегодня я в таком возрасте, что они уже во внуки мне годятся, я люблю этих детей. Я ни разу не пожалела, что я работаю в школе и работаю с детьми. Формула успеха проста. Людмила Владимировна общается со своими учениками на их языке, умеет находиться на одной волне. Конечно, строгий в плане по предмету, по учебе, это да. А так очень добрый, искренний, добродушный человек. Очень приятно с ней работать. Людмила Владимировна, во-первых, преподает очень интересно. Она доводит мысль прям до конца. Она все рассказывает очень подробно и добавляет то, что она еще сама знает, не только от учебников. Этот урок достаточно очень сильно отличается, так как Людмила Владимировна очень справедливый, доброжелательный человек. Она всегда какой-нибудь, ну, очень понимающая, всегда поговорит, объяснит. То есть она все равно что-то найдет, чтобы нам донести эту информацию. То есть отличается от всех от учителей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал, что президент России Владимир Путин, объявляя 2023 год годом педагога и наставника в России, говорил о необходимости повышать престиж профессии и мотивировать молодежь поступать в педагогические вузы и поддерживать, поощрять учителей. Эти задачи как раз и выполняет уличная экспозиция «Слово о педагоге». Выставка находится у оперного театра. Юнкоры вместе с переменой Пермь выбрали 21 педагога, о которых должен знать весь Пермский край. В этот список и попала Людмила Владимировна, педагог из второй школы Березняков. Это решение является очень правильным и своевременным. Наша страна претендует на технологический суверенитет и порядовое развитие. Без высоколазного образования это сделать совершенно невозможно. Мы заинтересованы в том, что оперское образование продолжало оставаться одним из лучших в стране. Мы продолжим делать так, чтобы повышать престиж профессии учителя, благодаря представителям которой во многом мы развиваем и регион, и страну. Важно, чтобы почет этой профессии только рос. А своим примером Людмила Владимировна показывает, в любом возрасте есть место изучению нового. И это уж точно не помешает педагогу в его деятельности. Конечно, каждое поколение отличается новое от предыдущего. Но я как-то расту, меняюсь вместе с ними. И вы знаете, я говорю так, дети сегодня хорошие дети, с родителями трудней. Вот родители другие уже стали. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье. Идеальное горючее топливо и еще одно название меда. Полезное лакомство является источником энергии. В составе лишь натуральные сахара, вода и минералы, а также витамины, пыльца и белок. Скоро жители Соликамска смогут отведать свежий и натуральный мед святки. Терпкий или же мягкий на вкус, аппетитно стекающий с ложечки или же мед-суфле. Сортов меда так много, а полезных свойств еще больше. Несколько десятков непохожих друг на друга сортов. Совсем недавно откачали на пасеке и привезли к нам сандаловы. Для всех наших покупателей действует акция. При покупке одного килограмма меда, второй килограмм можно купить со скидкой 50%. А если вы берете 2 килограмма, то третий килограмм любого меда вы забираете в подарок. Еще одно выгодное предложение. Мед деревенский можно взять с хорошей скидкой 35% в 490 рублей за килограмм. К свежим только-только откачанным сортам добавится и натуральная продукция пчеловодства. За качественным и свежим медом от компании сандалов приходите завтра, 15 сентября, в Соликамске, в ДК завода «Урал». Затем, уже 16 сентября, пасечники приедут в Березники. В Театре «Бенефис» готовится новая премьера. За кулисами и на репетиции с декорациями побывала наша съемочная группа. Когда первый показ и кого привлекли к постановке, узнаете в следующем материале выпуска. Мы не хотим вам раскрывать завесу тайны, но в данном спектакле будут принимать участие не только ученики коллективов, но и их педагоги. Морские обитатели заполонили сцену. В «Бенефисе» идут последние приготовления к постановке по всемирно известной сказке «Русалочка». Для работы над спектаклем был приглашен Дмитрий Юмашев, заслуженный работник культуры. Было предложение о постановке детского спектакля, и как-то мы достаточно быстро нашли общий язык. Я стал только договориться о дате приезда, и дальше все уже пошло как по массу. То есть знакомство с коллективом, изучение площадки и предложение того материала, который вот скоро выйдет на сцену. Репетиции начались в июне, когда подготовка к спектаклю намного раньше. Важный момент, в репертуаре «Бенефиса» до ныне не было «Русалочки», поэтому хотелось сделать постановку запоминающейся, а также создать ощущение праздника и торжества, в том числе за счет сложных декораций и костюмов. Приступила я к эскизам весной, а дальше примерно два месяца, наверное, делались эти костюмы. Для «Бенефиса» уже стала традицией привлекать для участия в постановках коллектив «Танцевальная планета Джем». За долгое время сотрудничества танцоры привыкли к различиям театра и танцев, однако каждый раз открывают для себя что-то новое. Самая большая сложность – это костюмы, но это очень интересный, прикольный опыт, на самом деле. Ну, такие неповоротливые чуть-чуть, а так все очень круто. Да, интересно попробовать себя вот в таком костюме первый раз. Напомним, главный зритель «Бенефиса» – дети, а история в классической интерпретации грустная и печальная. Березняковским ребятам покажут иную версию, но все подробности в секрете. Наш театр «Бенефис» всегда обращается к классике. Это все-таки классическая история, написанная Андерсоном. Но в нашем варианте это веселый мюзикл про русалочку, про рыбок, про живых. Остальных карт нам раскрывать не стали. Отметим шикарные костюмы и декорации благодаря тому, что спектакль поставлен в рамках федеральной программы «Культура малой родины». Труппа отточила все реплики и движения. Дело остается за малым технические моменты. А увидит свет история уже 28 сентября. Все билеты распроданы. Однако постановку еще раз покажут в начале октября. Следите за афишей театра. Евгений Казанцев, Даниил Буторин. Новости Верхнекамья. Золотая осень – самое время для перемен. Одну из таких решил совершить наш корреспондент. Евгений Казанцев отправился к мастерам своего дела и приобрел то, что отличает каждого мужчину. Все подробности далее. Сергей, замечательная вещь. Пока ждешь своей очереди, можно провести время за игрой, ну, в нашем случае, в Mortal Kombat. Расскажите, откуда взялась идея? Когда я пришел, устраиваю свой первый барбершоп в Кетеринбурге, там стояла плойка тоже третья. Это я очень заметил, что клиенты во время ожидания не просто сидят там в потолок, смотрят, а именно играют. Тем более у нас мужское заведение, то есть как ни крути, все мужики любят поиграть, особенно дети. А вот вообще есть такое отличие от барбершопа, от обычной парикмахерской? Потому что вот всегда говорят, что мы не парикмахерская, мы барбершоп. И в чем отличие? Можете вот как эксперт рассказать? Так, ну, сама концепция барбершопа отличается тем, что здесь подстригают только мужчин. Ну, и мастера подберут вам образ, подберут вам стрижку подходящую именно для вас. Приходя в обычную парикмахерскую, вас там подстригут шаблонно. Ну, и сама атмосфера как бы очень крутая. Насколько я знаю, вы помимо того, что сами выполняете стрижки, вы еще и обучаете мастеров. Можете рассказать об этом, поделиться? Обучение начал где-то примерно 3 года назад. До этого долго работал мастером. То есть на потоке, так сказать, добился каких-то определенных успехов. Ну, и понял, что как бы, ну, нужно уже двигаться вперед. Начал обучать. Ваш мастер освободился, можете проходить. Слушайте, так быстро. Ладно, доиграю потом. Здравствуйте. Здравствуйте. Барбершоп Сега – это то, что нужно каждому мужчине. Опытные мастера подберут вам индивидуальный образ, учитывая ваши особенности. Помимо новой прически, скорректируют и оформят вашу бороду. Специалисты полностью учитывают все пожелания. А если вы не знаете, что подойдет именно вам, то мастера своего дела предложат оптимальные варианты образа. Поход в барбершоп – это быстро, доступно, а главное – качественно. У Сеги сотни довольных отзывов и постоянных клиентов. Успевайте записаться и стать одним из них. Ну все, готово. Слушайте, я не перестану восторгаться. Это вот точно я в зеркале. Потому что образ великолепнейший. Я себя не узнаю, у меня эмоции переполняют. Теперь вы к студии готовы. За стильным образом нужен качественный уход. И эту проблему решает Sega Barber. Здесь можно приобрести средства для укладки волос. Забыл сказать самое главное. У Сеги очень гибкий график с 10 до 8. То есть можно прийти после рабочего дня и в спокойной обстановке получить качественный образ. Что, собственно, я и сделал. А теперь я пойду готовиться к эфиру. Увидимся в завтрашнем выпуске новостей. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Это все новости на сегодня. Четверг подходит к концу. Еще один рывок в виде пятницы. И долгожданные выходные. Однако новости не спят. Время прогноза погоды. Да я же с вами прощаюсь. В студии работала Мария Коноплева. Всего доброго и только хороших вам новостей. Дальневосточные морепродукты. Чивыч, Акижуч, Красная икра. От компании «Рыбак Камчатки». С 18 по 23 сентября. Проспект Ленина, 50. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243. В пятницу, 15 сентября, синоптики прогнозируют нам ясную погоду. Температура ночью – плюс 7, днем – плюс 21 градус. В Соликамске – малооблачные – плюс 20, в Александровске – 21 градус. В Губахе – солнечно – плюс 20, и в Кизеле – ясно – 20 градусов со знаком «плюс». 15 сентября – ветер с северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное.